привет друзья у меня в руках камера gopro hero 10 black и сегодня будет обзор о моем опыте с этой камерой причем уже такое не первое впечатление я снимаю есть апреля или даже по моему в апреле взял с апреля месяца а сейчас уже практически заканчивается июнь так что эта камера уже достаточно много поснимала как в стационарных условиях так и в условиях приближенных к экшену когда я ее прикреплял машине но это самый большой экшен который я могу организовать с камерой ведь это камера gopro она больше для этого предназначена но я как вы знаете особенно постоянные зрители основного канала а этот канал вспомогательные вещи вишневского снимаю в основном стационарно с помощью камер gopro птиц у гнезд и эта камера не исключение gopro 10 и самое главное она у меня уже далеко не первая в линейке то есть я начинал использовать камера gopro начиная с gopro hero 3 плюс black потом у меня были и 4 silver и 4 black и 5 black 6 7 8 9 и вот теперь дошло дело до десятки все камеры я постепенно приобретал сегодня я поговорю о надежности камеры об ее эргономике отличиях от предыдущих моделей самое главное о качестве картинки то есть имеет ли смысл менять предыдущие модели вот на эту так линейный плюс выравнивание горизонта так повышенный линейный со стабилизацией горизонта так просто линейный и повышенная стабилизация без горизонта широкий угол стандартная стандартный 4к 60 кадров в секунду и стабилизация повышенной а а и и начнем по порядку с эргономики по удобству она самый главный форм-фактор сохранился как и в предыдущей модели gopro 9 black и подходит соответственно аккумулятор и все аксессуары в том числе и специальная специальный адаптер для установки макроколец для меня это важно поскольку минимальная дистанция фокусировки у gopro она примерно полметра но может быть даже меньше может быть сантиметров сколько я сейчас держу сантиметров 40 но мне этого недостаточно для получения крупных планов при съемке мелких птиц у гнезд или у других местах где они могут гарантированно появиться например на водопое в этих случаях я устанавливаю макрокольца ну и самое главное что вот и на этой камере это тоже возможно продолжая эргономику соответственно замен крышки боковой которая идет стандартно которая заглушка просто я купил сразу крышку с отверстием чтобы можно было подключать внешнее питание и соответственно она эта крышка подходит также от gopro 9 тоже а кроме этого можно купить не крышку боковой а можно купить специальный такой пластиковый кейс или же металлический или клетка она называется и там тоже есть кольцо точнее кольцо ну резьба для макроколец диаметром 52 миллиметра который позволяет вот снимать с коротких дистанций по управлению камера стала гораздо более отзывчиво практически у нее экран стал как у смартфона сохранен и передние и задние экраны и что приятно в отличие например от gopro 8 black да у которой передний экран не показывает изображение а на нем находится техническая информация вот этот передний экран с технической информацией у gopro 8 например отключить к сожалению нельзя и там если идет съемка изменяются цифры соответственно птиц это может пугать когда они видят движение а вот например у девятки и у десятки можно просто отключить в принципе передний экран и тогда спереди ничего птица не видит а задний экран можно настроить отключение например через одну минуту и тогда он тоже не будет гореть то есть это большой плюс вот этих экранов такая возможность это я говорю сейчас про эргономерку и технические особенности важны для удаленной дистанционной съемки птицу гнезд работают также вай фай и блютуз также можно удаленно камере подключиться не всегда без проблем иногда нужно похлопотать то есть в этом плане ничего особенно не поменялось относительно девятки самое главное что здесь сделали теперь когда камера вдруг по каким-то причинам выключается после вот такого аварийного выключения включаешь и камера пишет на русском родном языке сообщение от о причинах выключения камеры и она например пишет при предыдущий сеанс камера гоу про выключилась из-за перегрева или же она пишет предыдущий сеанс камера выключилась из-за того что сел аккумулятор из-за низкого заряда аккумулятора и для меня это как большой плюс большой плюс странно что на предыдущих моделях этого к сожалению нет в том числе в новых прошивках не появилась и ты всегда гадал а почему камера все-таки вырубилась то ли она заглючила то ли еще что-то произошло хотя если вот она прям серьезно заглючит десятка то после такого прям серьезного ступора она не не выдаст сообщение все-таки но она конечно ну на мой взгляд по ощущениям меньше глючит чем девятка и чаще происходит 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 выключение именно из-за перегрева особенно при использовании высокозатратных высокотехнологичных режимов которые вот появились в этой камере в отличие от девятки и мы поговорим об отличие дальше еще и и это получается как руководство для меня что нужно использовать более легкий режим например использовать меньше частоту кадра или меньше разрешения или отключить стабилизатор электронный это позволит камеры меньше перегреваться и соответственно дольше проработать до перегрева до аварийного отключения но самое главное что вот эта камера gopro 9 не как только она ну не как только через некоторое время после как она вышла к ней также появилась альтернативная прошивка gopro lab про которую я уже неоднократно говорил относительно камеры gopro 8 которая позволяет использовать нестандартные режимы видеосъемка в частности для меня важно запускать режим видео ловушки то есть матрица постоянно работает она находится в активном состоянии и она запускается по движению в кадре причем чувствительность настраивается в девять ступеней там например один из девяти два из девяти я использую в основном либо три из девяти когда хочу чтобы такое серьезное движение регистрировала только камера либо если хочу чтобы она практически без остановки писала я использую там пять дроп девять семь дроп девять и соответственно время еще настраивается которое после срабатывания камера пишет я использую одну минуту то есть если в течение одной минуты движение в кадре не появляется то камера останавливает запись и ждет дальнейших событий ждет то есть матрица продолжает работать этот режим он хорош тем что вот в этом режиме ожидания камера может проработать гораздо больше чем когда она нон стоп пишет особенно в высокотехнологичных режимах это в первую очередь 4к 120 кадров в секунду которые эта камера может и 4 и 5 и 3к 30 кадров в секунду вот я сейчас как раз пишу специально в максимальном разрешении чтобы могли оценить не только на примеров которые я буду приводить но и на самой вот на самом обзоре оценить качество 5 и 3к у меня даже такого монитора нет у меня 4к монитор но тем не менее мне все равно видно что разрешение выше я могу делать небольшое увеличение картинки так называемый зум с сохранением качества в видео так что мне этот режим очень понравился 5 и 3к жаль правда что только 30 кадров в секунду но 60 кадров в секунду это все-таки заметная нагрузка на процессор даже в 4к камера если в тени вот 25 градусов и выше а иногда даже попрохладней через несколько часов если повезет если камера в тени все-таки находится то камера выключится от перегрева если же она находится на открытом солнце то максимум можно рассчитывать на час полтора два и она очень скоро вырубится при прямом солнечном освещении причем производитель достаточно просто объясняет почему камеры отключаются GoPro от перегрева потому что они экшен и они рассчитаны на то чтобы камеры двигались и естественно за счет обдува будет более высокое эффективное охлаждение поэтому тут не придерешься все-таки основное назначение камеры это именно экшен с одной стороны а с другой это накладывает определенные ограничения использования например вот поролоновой ветрозащиты поскольку она ухудшает теплоотдачу но сейчас она надета потому что ветерок и я хочу чтобы запись была без каких-то рывков ветра и кстати я могу подтвердить что вот обдув камеры позволяет ей работать дольше потому что например во время записи весной сильные ветра когда камера стояла достаточно открыто над гнездом дубоноса и ее обдувал ветер она в течение всего дня ну не дня там нескольких 5-6 часов у меня камера стояла над гнездом она не отключалась она работала даже вот в 4К 60 кадров в секунду и вот сильный ветер получается что действительно снимал лишнюю температуру перегрев и камера продолжала функционировать но самое главное как вы поняли уже из всего этого что камера все-таки отключается от перегрева так же как и предыдущие модели и пока что ни одна из камер не может переплюнуть камеру GoPro 5 Hero Black я бы ими только и снимал единственный минус для меня для в камерах GoPro 5 Black это то что нет 60 кадров в секунду но с другой стороны я не могу его широко использовать вот в более поздних моделях потому что вот в 60 кадров в секунду к сожалению 8 Black 9 Black до идеи 10 Black тоже меньше меньше держит камера меньше пишет в этом режиме через некоторое время на солнце особенно прямом все-таки она будет отключаться кроме того в условиях плохого освещения когда слишком густая листва например или еще где-то 60 кадров уже много матрица здесь маленькая и получается более шумное изображение поэтому в таких плохих условиях освещения я все равно использую 30 кадров в секунду и на предыдущих моделях я оставил 4К 30 кадров в секунду я имею ввиду 8 9 Black ну 5 тоже а тут я уже могу а 4К 30 кадров в секунду а тут я уже могу использовать 5 и 3К и это как ни странно мне казалось это такое несерьезное увеличение но это как ни странно очень неплохой режим равно как и вот в камерах например которых 4К полноценного нет я имею ввиду например GoPro Hero 4 Silver там есть режим 2 и 7К и он заметно заметно лучше чем обычный Full HD поэтому например у кого есть такие камеры я вам категорически рекомендую использовать 2 и 7К единственное нужно ставить соответствующий битрейт причем как мне кажется например GoPro 5 Black со своим битрейтом по моему там 50 или 60 мегабит в секунду на 4К 30 кадров в секунду она выдает достаточно хорошую картинку а вот если такой же битрейт поставить например в десятке или девятке то мне кажется что получается картинка хуже по общей детализации по шумам чем если увеличить битрейт до 100 мегабит вот здесь можно по моему в девятке кстати тоже и вот в десятке максимальный битрейт для любого режима это 100 мегабит и он совершенно оправдан как в 4К 60 кадров в секунду так естественно в 5 и 3К и само собой разумеется в 4К 120 кадров в секунду и вот тут кстати хотелось бы хотелось бы чтобы в 4К 120 кадров в секунду битрейт был все таки хотя бы раза в полтора повыше хотя в идеале два то есть нужно где-то 200 мегабит мегабит в секунду чтобы получить отличное качество при 120 кадрах в секунду на мой взгляд но вот здесь GoPro пошло очень простым путем 100 мегабит в любом режиме вы можете выставить в том числе в 4К 30 кадров в секунду как ни странно разница сильно заметна то есть если вы ставите пониженный битрейт 60 мегабит то даже на 4К 30 кадров в секунду есть к чему придраться то есть компрессии заметно видно артефакты сжатия и это неприятно поэтому я стараюсь во всех режимах использовать 100 мегабит в секунду и вам рекомендую тоже так поступать особенно если много зелени в кадре если кто не знает для видео и для фото тоже зеленый цвет детальный особенно листва там трава она очень много требует очень много битрейта или мегабайт для фотографий соответственно либо битрейт для видео иначе возникает пикселизация и нехватка поток так про стабильность я сказал что к сожалению да она выключается но если верить экспериментам других блогеров зато теперь вот десятка наконец-то в отличие от предыдущих и восьмерки и девятки чем меня они очень расстраивали в холодную погоду десятка теперь тоже может писать в том числе в морозы а например восьмерка и девятка если ты носишь вот зимой камеру не во внутреннем кармане она лежит просто в рюкзаке и она остывает до уличной температуры отрицательно причем не обязательно там сильный мороз должен быть минус пять градусов уже достаточно если вы пару часов походили вы достаете камеру она включается сообщает вам о том что заряд аккумулятора слишком низкий и выключается и никакая запись видео невозможно и это меня очень сильно раздражало особенно вот в этой этой зимой в девятке и единственное что меня выручало либо я ее носил во внутреннем кармане либо если я забывал это сделать я снимал уже на смартфон вот но здесь это поправили я узнаю надеюсь это об этой способности записать зимой уже зимой ну вот починили хотя аккумулятор тот же то есть это видимо как-то вот на программном уровне да повторюсь что у меня программы все стоят go pro lab и на восьмерке и на девятке и на десятке для того чтобы я мог эти камеры использовать в режиме видеоловушки в съемке натуралистической это очень удобный режим особенно если вы ставите камеру где-то около норы когда хотите чтобы днем если появился зверь чтобы она сработала и вот как раз гопро 8 иногда она просто меня удивляет и стабильно работает в режиме в видеоловушки больше суток если соответственно подключить емкий аккумулятор 20 тысяч миллиампер часов и если не было очень много движений карта памяти не закончилась и в этом плане девятка и десятка тоже тоже могут быть в таком режиме быть использованы для меня это прямо супер преимущество получить высокое качество с возможностью не писать все подряд а записывать только те моменты когда в кадре происходит движение единственное ночью только она не пишет что касается съемки в движении то тут все закономерно отлично стабилизация электронная естественно работает ничем не хуже но я напомню что у меня и в 8 black она абсолютно устраивала то есть я уже начиная с восьмерки перестал использовать электронный стабилизатор специально отдельно а вот с восемь девять естественно с десяткой можно просто достать из кармана и начать снимать прямо с руки что-то показывать двигаться комментировать и это очень удобно и самое главное что в отличие от пятерки black то что пишет достойно пишет звук ну вот погоныши малые такие уже ожесточенные стали особенно самка и это связано с тем что скоро должны вылупиться птенцы хотя иногда вот говорят что есть какие-то браки в девятке в десятке какие-то щелчки появляются у меня такое было на девятке несколько раз на десятке я пока не сталкивался ну может быть это как раз связано с тем что в основном у меня камеры так называемые серые не предназначены для российского рынка и как следствие по идее там должно быть меньше брака потому что в россию контроль качества оборудования как правило ниже как бы как это ни странно или может быть наоборот закономерно так что пока что я могу сказать что вот эта камера GoPro Hero 10 Black в целом работает более или менее стабильно к сожалению абсолютных глюков она не исключит как не лишена и было несколько прямо когда она намертво выключалась и приходилось выключать вынимать аккумулятор и вставлять заново чтобы заново запустить но тем не менее тут вот есть действительно режимы которые меня в каком-то смысле подкупили и во многом заставили скажем так очередной раз приобрести камеру GoPro это конечно 4К 120 кадров в секунду причем пишет она со звуком в отличие от той же Canon R5 и это для меня преимущество единственное битрейта маловато но качество при этом достойное действительно честные 120 кадров в секунду в некоторых случаях это очень выручает например я снимал подлеты большой синицы к синичнику с по-моему с макрокольцом плюс 4 и да 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 получается замедленное движение и здорово это то ради чего я приобретал эту камеру хотя она довольно дорого стоила когда я ее брал но во многом благодаря вашей поддержке на основном канале кстати спасибо вам большое потому что ну как то все таки приходится думать о том на что тратить деньги на что не тратить в плане техники потому что в принципе уже парк оборудование большой но естественно для получения каких-то интересных кадров но опять таки замедленное движение так ну вот за 20 минут камера выключилась из-за перегрева хотя я сижу в теньке возможно из-за надеты на нее ветрозащиты так что я дописываю обзор уже используя одновременный то и то ага и смартфон и камеру и 5 и 3к и естественно вот 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 ага видите и вот она выключается камера выключилась так что я заканчиваю обзор на смартфон на смартфон Samsung Galaxy так что как говорится одного инструмента всегда не хватает с вами был Василий Вишневский всем пока всем добра у меня и все пообеду к и вот и и все Продолжение следует...